Итак, что со всем этим собираются делать в Верховной Раде? В конце концов, именно от депутатов. Зависит, разрешат ли украинцам свободно торговать землей. Это тема для разговора с Алексеем Мушаком, представителем крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко и одним из самых заметных лоббистов отменной моратория. Он сейчас на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что присоединились. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это решение ЕСПЧ по мораторию. Получается, что Украина теперь обязана его отменять или все-таки нет? И Сацюри были хорошие адвокаты, которые смогли донести эту позицию, а у других гражданин Украины они просто не имели таких качественных адвокатов. Что присудил и признав Европейский суд с правой людини? Он сказал, что Украина, правда, может какие-то ограничения делать на рынке земли, защищать свои интересы, но они не могут быть безстроковыми и в такой грубой форме, которая сейчас существует. И, соответственно, это решение, чем интересно? Воно есть модельным, так называемым. Воно будет относиться в будущем всех подобных позовов. И компенсацию, сейчас дали по 3000 евро, это компенсацию на юристов. Но если в дальнейшем, например, в разумный срок, это считается, что в протяжении двух не будет решено это вопрос, то, на самом деле, все другие позовы будут получать майновую компенсацию. Это миллиарды, на самом деле, евро, а даже не гривень. И, соответственно, Украина будет сейчас обязана, согласно подписанных всех конвенций и документов, изменить этот статус-кво, соответственно, отменить мораторий в той форме, в которой существует, и принять какой-то другой законопроект или какие-то ограничения. В разуме, если этого не будет сделано, то ЕСПЛ будет присутствовать майновые компенсации. Украина, на жаль, будет, на миллиарды евро компенсировать гражданам Украины, потому что, как Вы правильно сказали, их 7 миллионов, и это надзвичайно великое количество. Алексей, вы знаете, что интересно, в нынешних условиях испугают ли эти миллиардные штрафы наших депутатов, и как они повлияют в итоге на их решение? Вот все-таки у нас начинается предвыборная кампания в стране. Вот ваш прогноз. Наши политики решатся легализовать рынок земли в таких условиях или нет? Я считаю, что первый, и это будет моя задача, и задача великого количества однодумцев, мы добьемся того, чтобы в этом году не продолжали мораторий. На жаль, это не запустить рынок земли, потому что у нас мораторий, он как бы безстроковый, до принятия соответствующего закону. И я думаю, что эта Верховная Рада не будет способна проголосовать за закон, который позволяет торговать вільно землей. Но есть другой шлях, и я также со своими однодумцами, с командой буду рухаться по нему. Решение ЕСПЛ, и оно является основным для национальных судов. Відповедно, гражданин Украины, будь-який, может вернуться в суд и сказать, что мне позволяют продать или купить землю, согласно закону. Но ЕСПЛ сказали, что это можно сделать, и я прошу суд визнать таким право. Відповедно, суд может принять, через суд, насправді, можно запустить рынок земли. Там есть трешки долгая процедура, умовно, короче, первый суд инстанции может отказаться, апелляция может отказаться, но Верховный суд будет обязан так же сделать модельное решение. И по факту через судовую гулку влады можно запустить рынок земли. Потому что Верховная Рада, на моем понимании, наразе не готова брать на себя риск, что сплачивать миллиардные штрафы, а не отримывать, например, 3 миллиарда долларов щороку инвестиций и экономического роста, если мы запускаем рынок земли. Потому что тут есть вопрос, во-первых, популизма, а во-вторых, на государственной земле зарабатывают большие деньги, и государственной землей, насправді, торгуют на право и на лево. Просто-напросто граждане Украины от этого отримают 0,0, а те, кто керует этим процессом, отримают большие деньги. Ну что ж, ваше мнение понятно. Спасибо за то, что ответили на мои вопросы. С нами на связи был Алексей Мушак, народный депутат от блока Петра Порошенко и, пожалуй, один из самых заметных лоббистов отмены моратория на торговлю землей.